Фонд президентских грантов вновь поддержал фестиваль памяти Вилли Липатова, жизнь и творчество которого тесно связано с Томской областью. Этот писатель – автор широко известных романов, повести, рассказов и киносценариев. Значительный период жизни мастер провёл в селе Тогур Колпашевского района. Благодаря очередному гранту в 2023 году состоятся конкурсы для студентов и школьников, мероприятие по литературному краеведению, Липатовская конференция. Напомним, впервые Липатовский фестиваль прошёл летом прошлого года. На площадках проекта звучали имена известных томских писателей, художников, артистов, учителей и врачей, рабочих и инженеров, участковых, уполномоченных районных Анискиных. Всего в фестивальных мероприятиях приняло участие более 50 тысяч человек. В Тогуре открыта первая в России интерактивная музейная экспозиция, посвящённая событием фестиваля этого года станут дни с Виллем Липатовым 19 и 20 мая. Состоятся музейные экскурсии, показ фильмов по произведениям автора, творческие встречи с писателями, а также Липатовская конференция, и это всё о нём с участием преподавателей и студентов Томского государственного университета, Томского государственного педагогического университета и других вузов для учителей русского языка и литературы, школьников и всех желающих. На конференции в том числе будут подвинены итоги фестивальных конкурсов на лучший студенческий журналистский материал, проводится совместно с Высшей школой журналистики ТГУ и областной газеты «Красное знамя», лучшую студенческую исследовательскую работу, посвящённую творчеству писателя, проводится совместно с филологическим факультетом ТГУ и факультетом русского языка и литературы ТГПУ и конкурса литературного краеведения среди школьников. Добавим, Виль Владимирович Липатов, прозаик, сценарист и драматург, журналист, автор известных романов, повести, рассказов, киносценариев и лауреат нескольких литературных премий. Наибольшую известность принесли Липатову повесть сказания о директоре Прончатове, роман «И это всё о нём», а также повесть «Деревенский детектив» и созданные на её основе киносценарии о деревенском участковом милиционере Анискине. Отметим, что фонд президентских грантов организует конкурсы между неправительственными, некоммерческими организациями на реализацию социально значимых проектов. Денежные гранты распределяются между победителями, субсидию выделяет государство из федерального бюджета.